Здравствуйте! В ближайшие 40 минут о важном, что произошло в уходящие 7 дней. Это Вести Хакасии о событии недели. С вами Марина Конодакова. Никто не останется без внимания. Виктор Зинин лично контролирует ситуацию с устранением недоделок в домах-погорельцах. Угольный бизнес в Хакасии ширится. Скоро заработает Майрыхский разрез. На очереди еще несколько участков. Сколько дорог и лэп им понадобится в ближайшие годы, правительство приступило к планированию. Управляющие компании ступили на скользкую дорожку. Прокуратура грозит им наказанием за бездействие. Капитальный ремонт подорожает. Почему надо платить и не дожидаться начисления пени, расскажет руководитель фонда Антон Иванов. В Новый год с новым домом. Позитивный сериал о новоселье из Аскиза. До конца недели все недоделки в домах-погорельцев Шира будут устранены. Такое обещание дали в правительстве Хакасии. По данным Минстроя, состояние 68 домов было признано неудовлетворительным. Во вторник на совещании Кабинета министров глава профильного ведомства отчитался. Над поручением Виктора Зимина трудятся 15 бригад. И к концу недели они успеют все закончить. Мы побывали в районном центре и увидели, как строители сделали работу над ошибками. Следы строительного брака в доме Ольги Финк видны до сих пор. С наступлением морозов выступил конденсат. В доме стало сыро. Строителям пришлось заново утеплять жилье. Кроме того, они снабдили жильцов средством для вытравливания грибка. Сейчас Ольга все время топит печь, чтобы просушить жилье и надеется, что больше поводов для переживаний не будет. Будем надеяться, что все-таки руки все переделали нам и будет все нормально. Сырость в домах едва ли не главная претензия погорельцев в шира. Строители ответственности с себя не снимают и в оперативном порядке решают проблему. То, что вылазит конденсат на потолке, да, это ошибка. То есть это скорость строительства, недостаточный контроль за нами, за руководителем именно самих рабочих. То есть мы как бы это не отрицаем. То, что сырость в самих домах, все-таки там мокрые процессы происходили. И быстрота монтажа, то есть быстрота строительства, она все-таки не дала в должный образом высохнуть тем штукатуркам, наливным полам. Жилье Андрея Пешкова также попало под переделку. Сегодня от былой сырости здесь не осталось и следа. На 72 квадратных метрах сухо, тепло и уютно от новой мебели и ярких обоев. Я за свой дом сейчас уже спокойный. Что уже дальше, я думаю, ничего уже не случится. Потолки не упадут, дом покрывается, подсыхает. У Евгения Корниенко другая проблема. Его жилье построили в срок, но к воде не подключили. Кругом скалистый грунт. Подвестись к центральному водопроводу оказалось невозможно. И сейчас строители пробурили отдельную скважину. Теперь мужчина всем доволен. В Новый год он вступает с новым домом. У меня, может быть, просто такая бригада хорошая попалась. Они все качественно сделали. Вообще претензий нет. 68 домов, построенных в Ширад для погорельцев, получили оценку неуд. На исправление недоработок были отправлены 15 бригад. Подготовить дома к зиме, а также закончить отделку, утеплить септики и водопроводы, достроить заборы. Все это они должны были закончить к сегодняшнему дню. Люди акты подписали. Причем это не строители подписывают акты, а мы отправляем в нашу администрацию. То есть это такая независимая оценка. То есть мы видим, что действительно устранение идет. Глава поставил задачу в течение двух недель все. Синие доделки устранить. Строители этим занимаются. Насколько хорошо строители сделали работу над ошибками, покажет время. Но в общем хоре, обсуждающем тему стройки, немало тех, кто доволен помощью государства и тем, что не остался брошен на произвол судьбы. У меня единственный недостаток был, что немножечко начали клеивать, вот эти отбои отклеиваются. А так все хорошо. Я довольна благоустройством самой квартиры. То есть потолки у меня не бегут. Все нормально. Обои, все это меня устраивает. Линолеум, все в доме сделано. Все дома еще пять лет будут находиться на гарантийном обслуживании. Так что любой брак, выявленный в течение этого времени, строители будут устранять за свой счет. По решению главы Хакасии на следующей неделе в Шира пройдет сельский сход. Власти хотят из первых уст узнать, как отработали строители и в чем еще нуждаются погорельцы. Закончив большую стройку, власти вплотную приступили к решению экономических вопросов. Освоение Бейского каменоугольного месторождения объявлено приоритетом в развитии региона. Уже открыт Оршановский разрез. Через несколько месяцев по соседству заработает Майрыхский участок. И это далеко не весь бизнес, пришедший за Хакасским углем. Что ему нужно для полноценной работы? И чем может помочь правительство? Смотрите в следующем материале. Так, угольщики обратились к главе республики за помощью в вопросах землепользования. В частной собственности оказались участки рядом с будущей железной дорогой в Бейском районе. Новая ветка крайне необходима для доставки черного золота к основной магистрали. Без нее просто не имеет смысла увеличивать добычу. Виктор Зимин не исключает спекуляции в этом вопросе. Проблему надо решать кардинально, уверен глава. Сразу говорю, специально на камеру эти вещи, чтобы все те, кто занимается сегодня, скупает эти земли, взяли деньги и не тратили. И Зимин под государственные нужды. По некоммерческой стоимости. По стоимости земель сельхозназначения. По поручению Виктора Зимина, земли, оказавшиеся в зоне разрезов, в рамках закона должны быть изъяты в интересах государства. Правительству предстоит оформить это решение в конкретный документ. Также участники совещания обсудили развитие транспортной инфраструктуры. Для освоения разрезов необходимы новые железные и автомобильные дороги. Строительство одной из веток уже начало предприятие отделения временной эксплуатации, которое владеет путями от САЗа до станции Камышта. Как раз с ними будут соединены Оршановский и Майрыхский разрезы новой дороги. Ожидается, что она будет готова в апреле 2016 года. Еще одна ветка проляжет от разрезов через реку Абакан и село Доможакова к станции Хонах. Строиться все будет за счет угольщиков. Республика поможет с выделением земель. Добавлю, что в будущем на Бейском месторождении будет как минимум 6 разрезов, включая существующие и одна шахта. Это большая нагрузка на территорию, поэтому властям надо к этому серьезно готовиться, подчеркнул Виктор Зимин. Гололед на тротуарах и во дворах Абакана возмущает не только рядовых граждан, но и работников прокуратуры. Надзорники намерены заставить управляющие компании наконец исполнить свои обязанности. Тем более, что некоторые жеки еще и не начинали бороться с наледью, несмотря на то, что с последнего снегопада прошло больше недели. В один из рейдов прокуратуры отправилась наша съемочная группа. Микрорайон МПС, двор на Пирятинской, 13. Ощущение, что коммунальщики пропали без вести. Неделю назад выпавший снег так и лежит на дорожках. Долго искать нарушения прокурору не приходится. Выходя из подъезда, человек сталкивается с чем? Сразу лед. Лед не отдолблен, не подсыпан. То есть, это все может привести к различного рода травмам. Конечно, я считаю, что в данном случае управляющая компания здесь недоработала. На прокурора и инспекторов Народного фронта с жалобами буквально набрасываются местные жители. Никому ничего не хочет. Компании «Жилье-2003» целый список претензий. Двор неухоженный, а с приходом зимы стал еще и опасным. Метровые сосульки свисают с крыши. Света у подъездов нет. Под ногами – каток. У нас около подъезда лед. Я шла домой и подскользнулась и упала. Если перелом предпеча, средние сроки гипса – 4 недели. Плечо – 5-6 недель. Но перелом, если плеча, 90 дней может быть. Абаканский травмпункт с приходом зимы превратился в центр приема пострадавших от гололеда. К врачам за помощью обращаются по 60 человек ежедневно. Почти все поскользнулись на льду, причем именно во дворе и прямо возле подъездов. Страдают больше всех пожилые люди. Они хуже переносят травму, лучше восстанавливаются после травмы. Тем временем сами медики не бьют рекорды в коммунальных делах. Возле того же травмпункта – каток на костылях по льду – высший пилотаж движения. Скажите, пожалуйста, вот как? Как? Это сразу вторая нога и все. Призвать к ответственности руководство больницы обещает прокуратура. Тем временем надзорники уже в четвертом микрорайоне. А здесь, похоже, у коммунальщиков для них показательное выступление. К слову, один положительный пример за весь день работы инспекторы все же нашли. Инна Лермонтова, 6. Дворник здесь – председатель ТСЖ. Вот и образцовый порядок. Удивительно, но и из этого двора с жалобой на гололед обращалась местная жительница. Одевать надо обувь по сезону. По сезону обувь. Вот по сезону надо обувь одеть. А не на шпильках ходить. Вот я смотрю, молоденькие идут на шпильках. Чик-чик-чик. Так она и на ровном месте упадет и разобьется. Елена Крылова, Антон Новожилов. Вести Хакасия. На этой неделе фонд капремонта озвучил, насколько с нового года подорожают его услуги. Своё решение там объясняют инфляции. Ведь с начала года выросли цены на топливо, электроэнергию и стройматериалы. Итак, в городах жильцам многоквартирных домов, оборудованных лифтом, придется платить на 58 копеек больше. То есть 5 рублей 78 копеек. В домах, не оборудованных лифтом, размер платы составит 5 рублей 34 копейки за один квадратный метр. В сельских населенных пунктах плата выросла на 34 копейки. Сбор за капремонт действует только год и до сих пор остается поводом для бурных дискуссий. Кто-то вообще отказывается платить, апеллируя чуть ли не Конституцией страны. Моя коллега Наталья Чудина встретилась с директором фонда капремонта и узнала, почему не стоит бойкотировать законы и как в целом проходит капремонт в Хакасии. Практически год прошел с момента, когда заработала программа капремонта в Хакасии. Какие-то цифры уже можно озвучить и подвести, наверное, какие-то некие предварительные итоги. Вот расскажите о них. Ну, работы у нас еще идут полным ходом. Всего запланировано в этом году от капиталя 208 домов. 192 на сегодняшний день у нас законтрактовано. На 118 домах работы завершены. На 36 уже процент готовности более 70%. Остальные в разной степени запуска. Есть у нас и такие дома, их всего 16, по которым конкурсные процедуры продолжаются. Это, в частности, и еще один дополнительный дом по колхозной 45 в Абакане, где предоставляются меры федеральной, республиканской, муниципальной господдержки на замену еще пяти лифтов дополнительных, которые не были изначально запланированы, но установили необходимость, аварийное состояние лифтов будем делать. Поэтому для нас 31 декабря это не остановка работ, мы их будем продолжать. В следующем году их уже 267 у нас. Мы уже начали подготовку к ремонтам следующих домов. То есть, ну, цифры такие. Каков процент собственников сегодня оплачивают взносы? И хватит ли этих средств, чтобы завершить все запланированные работы? Ну, у нас условно можно на две группы собственников разделить. Это физические и юридические лица. У физических лиц платежная дисциплина очень высокая. По нашим предварительным оценкам, более 89% собственников физических лиц оплачивают взносы. А несколько хуже ситуация с юридическими лицами. В частности, это муниципальная собственность, республиканская и федеральная. В интернете периодически появляются различные посты со ссылками на законодательные акты, на решения Верховного суда, которые якобы освобождают от оплаты взносов на капремонт. Вот под разными аргументами. Как реагируете вы на такие посты? Есть ли вот у нас реальные случаи, когда не надо действительно платить? У нас есть более 300 таких типовых обращений, где жители указывают на некое решение Верховного суда. На что мы индивидуально каждому разъясняем суть того решения, на которое ссылаются зачастую бездумно, не проверяя, о чем идет речь. Во Владимирской, насколько я помню, области был процесс, когда один из собственников оспаривал субъектовый закон о капитальном ремонте. И ему на уровне субъекта в сути было отказано. Он пошел в Верховный суд. И Верховный суд в своей резолютивной части установил, что его на самом деле никто не принуждает платить взносы. И законодательство, принятое на уровне субъекта, оно правильное. Поэтому никаких отмен взносов нет. Я думаю, что у нас даже жители сейчас понимают, за что они платят, что они копят на ремонт своего дома. У хакасских единороссов новый лидер. Семь лет им был глава республики Виктор Зимин. И вот теперь его сменил депутат Верховного совета Сергей Комаров. Какие задачи стоят перед ним и его соратниками накануне выборов в Госдому, выясняла Наталья Гармашова. 21-я конференция регионального отделения партии «Единая Россия» вошла в историю. Виктор Зимин уходит с должности секретаря. Такое решение глава Хакассии принял сам. У меня, как у главы региона, по объективным причинам не всегда хватает времени. Тем более, сейчас вижу, что для себя стратегически важно сосредоточиться на развитии промышленного сектора, экономики, увеличения доходной части бюджета. Конечно же, с опорой на вас, уважаемые друзья, я вместе с вами продолжу работу. И со своей стороны буду, как и прежде, отставить интересы партии. По словам главы региона, за эти годы партийным единомышленникам удалось проделать масштабную работу. Она охватывает все сферы жизни и деятельности населения республики. Список успехов огромен. В Хакассии активно строятся дороги, дома, культуры, спортивные объекты. Отрабатываются новые авиалинии, что особенно радует, отметил губернатор, в республике год от года улучшается демография. А это подтверждение того, что люди доверяют властям и депутатам. Формы поддержки населения многогранны. Это и разного рода финансовые выплаты, и строительство соцобъектов, детских садов, школ, фапов, жилых домов. Построено больше трех десятков новых фапов. Приобретено больше двух тысяч единиц современного медицинского оборудования. Принят и реализуется комплекс мер по привлечению молодых и опытных специалистов в лечебное учреждение республики. За четыре года в республику приехали работать 453 врача. Активно идет переселение граждан из аварийного жилья. Это тоже партийные проекты. А вот буквально мы были в Сорске, там два дома, 21 квартирные вводятся. И люди из аварийного жилья к Новому году переселяются в новые дома. Это только один пример, а таких у нас в республике очень много. Те 26 программ, которые функционируют сейчас, и пять из которых заявлены «Единая Россия», благодаря тому, что наш исполком работал очень активно, наши ячейки на местах партийных тоже работают очень активно, у нас все эти программы реализованы, и дальше я думаю, что эта работа будет продолжена. И сегодня мы поставим новые задачи, которые предстоит решать в 2016-м очень нелегким, нелегком с точки зрения финансирования году. В частности, уже в ближайшем будущем в Хакасии завершится строительство современнейшего военного городка, одного из лучших в России, с досуговым центром, бассейном, крытой ледовой ареной, которыми смогут пользоваться и рядовые жители республики. Кроме того, в новом году продолжится реализация масштабного проекта «Дачи Хакасии». В условиях экономических санкций и продовольственного эмбарго проект приобретает особую значимость. На возрождение и развитие дачных обществ, на создание и восстановление инфраструктуры направлено почти 80 миллионов рублей. В следующем году программа будет продолжена, на поддержку датчиков набираем еще 15 миллионов рублей. Моя принципиальная позиция поддержку не сокращает, а даже увеличивает. За прошедшие 7 лет мы сделали главное, доказали, что сельское хозяйство не черная дыра. И сегодня республика по всем основным позициям может себя покормить. Чтобы добиться поставленных задач, важно тесно сотрудничать с федеральным центром, отметил губернатор. И главный шаг в этом направлении – вновь ярко заявить о себе в Госдуме уже в следующем году. Один из ближайших приоритетов – это выборы в Государственную Думу Российской Федерации, где республика сейчас продуктивно представляет наш депутат Надежда Сергеевна Максимова. Надеюсь, при нашей активной поддержке она успешно продлит свои полномочия. И республика в ее лице сохранит в следующем составе российского депутатского корпуса надежного, эффективного помощника и защитника интересов Хакасии и всех наших жителей. Не экономить, а больше трудиться, зарабатывать и быть успешными. Эти слова Виктора Зимина можно считать напутствием новому руководителю регионального отделения фракции. Покидая трибуну, глава правительства намекнул, будет голосовать за своего первого зама в партийных рядах Сергея Комарова. Вторым кандидатом на пост секретаря стал глава Баградского района Сергей Чернышев. В формате тайного голосования в избирательные орны бюллетени опустили 194 депутата, из них 158 поддержали Сергея Комарова. В «Единой России», в Хакасии собрались люди и в полицовете, с которыми стоять рядом, абсолютно решая проблему любую, не страшно. И поэтому у меня душа спокойна, что мы со всем справимся. Потому что я считаю их наиболее надежными, очень активными людьми с широкой душой, которые любят жизнь и любят Хакасию. Я со спокойной душой и уверенностью считаю, что мы решим и выборы депутатов в Госдуму, и все остальные задачи, которые перед нашей партией стоят. Торжественным моментом партийного собрания стала церемония награждения. Виктор Зимин вручил благодарственные письма за работу однопартийцам. В свою очередь глава региона удостоен государственной награды республики, медали «Трудовая доблесть Хакасии». Наталья Громошова, Дмитрий Парахин. Вести Хакасия. События недели. В эфире «Вести Хакасия. События недели». С вами Марина Конодакова. Главный финансовый документ прошел третье окончательное чтение в Верховном Совете Хакасии. По общему мнению, бюджет 2016 получился довольно жизнеспособным. Константин Кравцов расскажет подробнее. Второе чтение проекта бюджета состоялось на заключительной в сезоне сессии парламента. С учетом принятых поправок доходы составят порядка 24 миллиардов. В том числе за счет налогов, акцизных сборов и поступлений из федерального центра. Расходная часть рассчитана в 2016 году почти на 26 миллиардов рублей. Таким образом, бюджетный дефицит составит 7%. Однако в целом республиканский Минфин видит документ довольно оптимистичным и жизнеспособным. Документ достаточно амбициозный, как в части планов подоходов, так и амбициозный в части расходов. Но в то же время считаю, что как раз принятый и утвержденный сегодня бюджет, прежде всего направлен на обеспечение безопасной жизни нашей республики, на выполнение социальных обязательств. И считаю, что все-таки это бюджет, можно назвать бюджет стабильности. Основные расходы казны – это выплата зарплат бюджетникам, поддержка льготных категорий населения, а еще молодежи, бизнеса, сельского хозяйства. К первоначальному проекту закона поступило 48 поправок, плюс еще 8 депутаты одобрили во втором чтении. Связано это с тем, что дополнительно поступили деньги из федерального центра – более 22 миллионов. Увеличиваются субсидии на поощрение лучших учителей на 800 тысяч, на 4 с лишним миллиона к 97 миллионам, ранее утвержденным в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации, программы, в соответствии с которой приобретаются квартиры детям-сиротам. Выпадающий 7-процентный дефицит к доходам вполне допустим, считает Минфин. Тревогу стоит бить, когда перевалит за 10%. Так или иначе, республиканский бюджет на 70% состоит из социальных обязательств. Вместе с этим правительство вводит мораторий на какие-либо новые траты, чтобы не раздувать уже имеющиеся кредиты. К сожалению, при формировании бюджета республики таких резервов у нас нет, и поэтому те полтора миллиарда, которые сегодня записаны в дефицит бюджета, конечно, потребуют очень большой работы для того, чтобы исполнить все обязательства, которые в этом бюджете приняты. Что касается бюджета, 2015 в него также внесены правки. Республиканским властям при поддержке Москвы удалось скорректировать документ так, что одновременно решаются остро-социальные проблемы. Республиканские депутаты позитивно оценили работу министра финансов Хакасии Семена Айошина. Образовались некоторые задолженности, образовались задолженности по зарплате, образовались задолженности по электричеству, отключение было электричество. Но вот сегодня я на сессии задал Семену Юрьевичу этот вопрос о том, какие эти трудности были, будут ли они погашены до Нового года. И Семен Юрьевич четко и ясно сказал, что с теми деньгами, которые пришли к нам в федеральном бюджете, и сегодня мы их приняли, мы их сегодня приняли для того, чтобы погасить все, что на этом году у нас образовалось. То, что этот год для Хакасии был непростым, во всех смыслах признают, пожалуй, все. И депутаты, и правительства, и рядовые жители. Большим ударом для республики стали апрельские пожары. При ликвидации последствий проделана гигантская работа. Депутаты Верховного Совета здесь, в том числе, сыграли не последнюю роль. Многие, как просто строители, строили конкретные объекты. Многие при принятии решений на уровне Верховного Совета, это были решения, связанные и с финансами, и с людскими ресурсами. У истории, как известно, всегда есть герои. В Национальной библиотеке имени Доможакова состоялась презентация книги с названием «Гордимся нашими героями». Она о жителях Хакасии, ветеранах Великой Отечественной войны, удостоенных высших государственных наград. На страницах издания статьи с фотографиями о 52 легендарных наших земляках, 35 из них – герои Советского Союза. Участие в презентации принял председатель Верховного Совета Владимир Штыгашев. Всегда чтили мы всех героев, кавалеров, орденов, славы или святого Георгия. Мы действительно и всегда гордились ими, брали пример с них. Это действительно нас вдохновляло на разного рода подвиги, но такие положительные подвиги. По словам Галины Ивановой, в прошлом учителя 1-й Абаканской школы – это единственное издание, объединившее в себе информацию об обладателях медали «Золотая звезда» и орденах славы. Работа над сборником велась полгода. Выпущена книга тиражом 600 экземпляров. Найти их можно в библиотеках республики. А теперь о том, как исполняет долг перед республикой ее представитель в Верхней Палате Российского парламента. Сенатор Валентина Петренко на этой неделе побывала в Абакане, чтобы провести личный прием жителей Хакасии. Это традиционная форма общения сенатора с жителями республики. Как правило, такие приемы для многих – последняя надежда решить сложившиеся проблемы. В основном это вопросы социальные, сложные и сугубо личные. График сенатора и в этот раз был расписан по минутам, обращались с разными трудностями. Касались они пособий для приемных детей, которые сегодня составляют 7 тысяч рублей, что не дотягивает до прожиточного минимума почти на 2,5 тысячи. Также за помощью к Валентине Петренко обратились жительницы Хакасии, которые состоят во Всероссийской организации «Комитет солдатских матерей». У обеих при загадочных обстоятельствах в армии погибли сыновья, и дела были закрыты с формулировкой «самоубийство». Однако женщины уверены, что их дети были доведены до суицида либо убиты. Были и другие сложные вопросы. Каждая из них Валентина Петренко берет на личный контроль. После каждого приема я делаю выборку, что уже буквально завтрашним днем может разрешиться. Ну, например, обращались к нам люди, у которых есть заболевания такого порядка, которые крайне редкие. И понятно, что, например, в республике тяжело оказать помощь с такими орфанными заболеваниями. Мы таких людей, и администрация помогала, Виктор Михайлович сам вмешивался, оплачивали проезд, и мы людей помещали в центр федеральный, где людям оказывалась помощь. В других случаях требуется изменение законодательства, и с какой-либо инициативой Валентина Петренко, как член Совета Федерации, имеет возможность выйти в Госдуму. Так, в частности, сенатор планирует поднять вопрос об увеличении социальных пособий для опекаемых детей, чтобы привести их в соответствие с прожиточным минимумом. С Нового года в антимонопольной службе меняется порядок приема заявлений от рядовых россиян, а также введены послабления для малого и среднего бизнеса. Кого коснутся изменения, расскажет руководитель службы в Хакасии Ксения Лебедева. Ксения Александровна, расскажите, пожалуйста, как с Нового года меняется порядок приема заявлений от жителей Хакасии? Не получится ли так, что им некуда будет жаловаться, например, на повышение цен? Нет, конечно же, не получится так. Действительно, меняется порядок. 5 января 2016 года вступает в силу положение 4-го антимонопольного пакета поправок. Это такой большой объем пласт работы, который провела Федеральная антимонопольная служба по изменению норм антимонопольного законодательства. Как коснется эти изменения граждан? Во-первых, мы в настоящий момент не будем рассматривать заявления, поступившие от граждан, от жителей Хакасии, на нарушение норм антимонопольного законодательства со стороны хозяйствующих субъектов, доминантов на рынке. То есть только по статье 10-й закон о защите конкуренции, тогда, когда доминант злоупотребляет своим доминирующим положением, чем нарушает норм антимонопольного законодательства. Мы такие заявления будем перенаправлять в Роспотребнадзор. Данными заявлениями будет заниматься непосредственно этот орган. Но у антимонопольного органа, тем не менее, остается полномочия о привлечении к административной ответственности за нарушения. Какими жалобами будет заниматься Роспотребнадзор тогда? У нас на самом деле в последнее время участились случаи обращения жителей Хакасии о необоснованном нарушении сроков технологического присоединения к электрическим сетям, либо вообще в его неосуществлении отказ в заключении договора технологического присоединения подключения к электрической сети. Заявление поступает порядка 20-30 в неделю. Мы достаточно большую работу ведем в этом направлении. Поэтому прогнозируем, потому что именно эти жалобы сейчас от нас в некотором роде уйдут. Но тем не менее, как раз вопрос ответственности административной за данные нарушения прописан сейчас в новой статье Кодекса об административных правонарушениях, полномочия по рассмотрению которой также остались у антимонопольного органа. Я так понимаю, еще одно новшество с нового года – это то, что будет некое послабление малому и среднему бизнесу. Вот что теперь индивидуальным предпринимателям важно знать? Послабления достаточно большие в этом пакете поправок для малого и среднего бизнеса. Это такие послабления, как, например, законодатель сейчас предусмотрел выдачу предупреждения о нарушении антимонопольного законодательства. То есть мы не будем сразу штрафовать и признавать нарушившим нормы. Мы сначала выдадим предупреждение о недопустимости нарушения законодательства. Это предупреждение должно быть исполнено в определенный срок. В том случае, если оно не будет исполнено, то антимонопольный орган будет возбуждать дело о нарушении и, соответственно, привлекать к административной ответственности. Если будет исполнено, то мы к административной ответственности не привлекаем. Еще одно из послаблений в пакете поправок такое, что мы сейчас, прежде чем вынести решение о нарушении антимонопольного законодательства, должны будем подготовить предварительное заключение. То есть это фактически решение, с которым мы должны будем познакомить стороны, в котором будут отражены все доказательства, подтверждающие вину, и опровергнуть эти доказательства, которые представлял, допустим, хозяйствующий субъект, нарушающий нормы, который в определенный срок, будем откладывать рассмотрение дела, имеет возможность представить еще доказательства на те аргументы, которые привела комиссия антимонопольного органа. Мы полагаем, что здесь будет некое послабление, и возможно, в процессе и с помощью принятия такой нормы, во-первых, разгрузится арбитражные суды, поскольку у нас более 90% решений обжалуются, во-вторых, мы дадим возможность устранить нарушение законодательства в процессе рассмотрения дела, дабы не быть привлеченным к ответственности. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это не первый дом, возведенный по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Аскиз успешно осваивает средства Федерального фонда, в настоящее время идет еще несколько строек. Кстати, в этой трехэтажке пока сдан один подъезд, второй, также с 12 квартирами, будет готов в следующем году. Вообще, это у нас, так скажем, многосерийный телесериал, новоселье в этом году, и в прошлом году, и на следующий год тоже будет. Поэтому мы очень рады вот этим всем событиям, рады, что решаем жилищные вопросы жителей, потому что в основном те, кого мы переселяем, это малообеспеченные семьи, которые сами не имеют возможности улучшить свои жилищные условия. На этом наш выпуск завершен. И желаю вам приятного окончания выходных. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!